А главная беда в том, что вы выбираете людей и назначаете их на самые высокие должности, которых вам расскажет Ермак, или по принципу свой-чужой. Вы строите мафиозную структуру. Всем привет! Большие коррупционные скандалы в Украине. Все они навалились практически одномоментно. В воскресенье на своем прямом эфире я эту тему довольно-таки прилично затрагивал. Процентом 30 стримов было о ней. Но я считаю, что нужно остановиться еще раз на этой теме, потому что уже пошли увольнения, новости. И тут очень важно в детали посмотреть. Давайте еще раз про скандал с закупками в Минобороне и конкретно министра обороны Резникова. Значит, версия первая их ответа была, это угроза журналистам. Он сказал, что тот, кто бросил эту информацию, будет найден там, короче, и наказан. Это была первая реакция Резникова. Я хочу еще раз подчеркнуть, что глобальнейшей ошибкой журналистов было выбросить эту информацию в пятницу. И дать им время субботу-воскресенье придумать кучу разных идиотских версий, прийти в себя. И вот понедельник-вторник задвигать нам разную дичь. Такие вещи нужно делать посреди недели, лучше в начале недели. Понедельник-вторник, поскольку будние дни, они вынуждены сразу реагировать. Второй версией Резникова были яйца, которые там в контракте шли, значит, на вес, а надо поштучно или наоборот. Вот, короче, вот такая ерунда детская. Потом была версия технической ошибки там какой-то. Вот, все там хорошо и все нормально была техническая ошибка. Потом, когда дали слово этой фирме, которая этот тендер выиграла, фирма, слышите, с уставным капиталом 1 тысяча гривен. Значит, и с адресом массовой регистрации. Как они мотивировали это? А мы хотели обеспечить безопасность нашим сотрудникам, поэтому мы юрадрис зарегистрировали в местах массовой регистрации. А почему все так дорого? Потому что продукты доставляются в опасную зону, в зону боевых действий. Соответственно, очень высокие риски. И вот это так стоит. То есть, 4 миллиарда гривен это стоимость высоких рисков доставки на фронт. Как будто бы машины с продуктами сопровождают американский спецназ. Даже будучи человеком новым, не сильно разбирающимся или молодым совсем в политических делах, уже видно, что это чистой воды вранье. И на самом деле там коррупция, на мой взгляд. Но еще раз повторюсь для тех, кто не присутствовал на стриме. Резников это далеко не новое лицо. Резников бывший зам Кличко. Резников это довольно-таки известный юрист, который монопольно обслуживал в свое время нафтогаз. Нафтогаз это чисто коррупционная кормушка. И за все время существования нафтогаза выгоду и огромные бабки на нем заработали все, кроме граждан Украины. Поэтому он должен быть незамедлительно ликвидирован. Но Зеленский этого не сделает никогда. Как ни один другой президент Украины, который пришел благодаря олигархам. Тут же нужно понимать, что везде есть лапа того самого вездесущего Ермака. Потому что у Березникова есть разные замы. И я рассказывал про Шарапова, который занимается закупками вооружения, который когда-то создавал предприятие, где директором был отец Ермака, который по информации из прессы очень долго работал на высокой позиции в российской разведке. Но сейчас даже дело не в этом. А дело в том, что там уволили Кирилла Тимошенко. Тут же на его место назначили Кулебу, однофамильца, другого министра. Как так получается? Потому что, по слухам, этот Кулеба новый, тоже человек Ермака. То есть одного человека Ермака сняли, поставили другого человека Ермака. Но здесь кроется именно тот самый важный момент. Дьявол кроется в деталях. На который я прошу вас, очень сильно прошу, обратить внимание, для того, чтобы с вас не делали дураков. Смотрите, Кирилл Тимошенко, о котором уже, ну на нем уже клима, не где ставите, но о нем уже говорено, переговорено. И тут опять-таки мы вынуждены обсуждать фамилии. Хотя на самом деле виной всему гнилая система. Но конкретно в этом случае он пишет заявление по собственному желанию об уходе. Причины. Ты же так пиарился, ты же на гуманитарных, которые Дженерал Моторс передала, Шевроле Тахо катался. Ты же там ТикТоки снимал в стиле Лукашенко, там заседание вел и всем триндюлей давал. Так расскажи хотя бы, почему ты подал в отставку. Хорошо получается. Проворовался. Кипиш поднимается. Надо же перед западными партнерами выглядеть очень демократичными. Пиши по собственному желанию. Где расследование? Дорогие друзья, уважаемые зрители, скажите, пожалуйста, если кто-то из вас сейчас нарушит закон, ну скажем так, не такой, конечно, как перейти улицу на красный свет, что-нибудь повыше, вы незамедлительно получите уголовное дело, вы незамедлительно окажетесь в СИЗО, не дай бог, конечно, никому не желаю, и в суде потом, и все такое. Почему чиновники, любые, тем более такого высокого ранга, могут спокойно написать по собственному желанию, или даже их просто уволят по какой-то там статье, и за этим дальше ничего не идет? Как так происходит? Вот этого Лозинского взяли чисто человек шмыгаля, все это знают. Лозинского взяли на взятки, 400 тысяч долларов, кстати, на войне зарабатывали, сволочи. Вышел, но под домашний арест. В то время, когда люди за совсем другие преступления, да ни взятка, ни коррупция, какие-то мелкие экономические, да еще и заказные дела, типа как Балашов, сидели в СИЗО. Потому что там так нужно было, а здесь так не нужно. Знаете, чем все закончится? Я вам расскажу, чем все закончится. Сейчас, для замыливания глаз, чтобы показать западным партнерам, смотрите, какие мы тут жесткие борцуны с коррупцией, мы их поувольняли. Пройдет время, вы все забудете, и они получат другие должности. Кто-то возглавит где-то область какую-то, вот в частности Днепропетровская область, Резниченко. Четко показали журналисты, полтора миллиарда гривен украл. Просто украл полтора миллиарда гривен, так как пресса это показала. Просто уволили. Вы считаете это нормальным? Я считаю это ненормальным. Возвращаясь к одному из моих любимчиков, песену газированному Кириллу Тимошенко, я хочу вам зачитать список чиновников других, которые с ним аффилированы, для того, чтобы вы когда о нем читаете, сразу понимали, что это человек связан с Кириллом Тимошенко. Первый такой человек, Андрей Мотобиловец, первый зам главы фракции «Слуги народа». Дальше идут депутаты «Слуги народа» Патураев и Кравчук. Кравчук это девушка, а Патураев это тот известный идиот, который проводил тренинги в Трусковце. Дальше глава нацкомиссии по регулированию рынков возвратных игр Иван Рудой. А дальше идет та самая министр временно оккупированных территорий Верещук. Да-да, она. Как бы неудивительно для кого-то из вас такое слышать. Ну а дальше кто? Правильно, министр здравоохранения Ляшко. Вот такие вот дела. Повсюду, куда ни копни. Вот такие вот персонажи. Хочу обратить еще раз ваше внимание. Сейчас их показательно уберут. Вместо них поставят новых, безусловно честных, конечно. У нас же с 30 лет чем занимаются? Хорошие меняют плохих, новые меняют старых, честные меняют нечестных, но заканчивается все всегда одним. Они богатеют, все нищают, и еще война в стране случилась из-за того, какое гнилое наше государство, система управления государством. Как это исправить? Нужно менять систему. Она не поменяется, пока в голове хотя бы 20%, здесь не перещелкнется, и вы не поймете, что фамилии не играют никакой роли, когда ты работаешь внутри этой системы. Когда человек сидит в кабинете и решает очень важные вопросы, он склонен быть субъективным. Особенно, когда перед ним чемоданчик с долларами. Поэтому это нужно минимизировать, и чиновников должно быть не 400 тысяч, а максимум 80 тысяч. Все остальные до свидания в рынок. И не слушайте никакую дурь о том, что, ой, что же будет, вы не заметите, как это произойдет. 320 тысяч человек чиновников уволят за одну ночь, и вы этого не заметите. Ваша жизнь станет намного лучше. А они пусть идут в рынок и показывают все свои таланты. Но сейчас вопрос стоит так, что они пойманы во время войны на воровстве. И если вы примете вот эту историю с заявлением по собственному желанию, будете аплодировать Зеленскому, ой, какой Владимир Александрович молодец, какой вы честный, ничего не получится. Потому что ни в коем случае не надо, чтобы давление опускалось. Война, да, война. А правильно во время войны так поступать, так как они? Вы считаете это нормальным, когда кто-то в окопе мерзнет, погибает? Эти деньгами занимаются. Я считаю ненормальным. Поэтому не надо съезжать на войну. Наоборот, сейчас нужно быть еще более нетерпимей к этому. Поэтому вот у меня такая просьба, чтобы вы задумались то, о чем я говорю. И перестали искать волшебные фамилии, которые придут на эти должности, в эту систему и что-то исправят. Ничего не исправят. Я же говорю, не Кирилл Тимошенко, завтра какой-то Петрушенко будет. Весь вопрос в том, что Зеленский абсолютно не понимает, что происходит. И он, конечно, он не уличен ни в какой коррупции. Даже я, при всех моих претензиях к нему, ни разу не сказал, что вот здесь он украл, здесь он украл. Но у него правая рука Ермак, глава офиса президента Украины, который везде расставил своих. И там воровство, коррупция и кошмар процветают. Какой кошмар? Конкретно кошмар в стиле Российской Федерации. Поэтому мне бы наконец-то хотелось от Зеленского перестать, я уже в который раз говорю, перестать нам передавать новости, новостную ленту за день, рассказывать, с кем кто встретился и сколько денег и какой помощи пообещали в Украине. А вы, Владимир Александрович, выйдите и концепцию наконец-то расскажите. Наконец-то расскажите свой взгляд вообще на происходящее. И как вы намерены это менять? Потому что уже год, как идет война. И если поначалу войны люди были перепуганными, понятно все, в силу таких обстоятельств, и многие решили такие вопросы не задавать, но это был не я, то сейчас уже, к большому сожалению, как бы не было страшно признавать, человек такое существо, которое привыкает ко всему и даже к войне. Что и произошло с нашими людьми. Поэтому никто вам уже вот эту вот дурость не простит. Все происходящее, это результат вашей некомпетенции абсолютно во всем. Вы не разбираетесь ни в одной отрасли. Но даже это не такая беда, хотя это беда. А главная беда в том, что вы выбираете людей и назначаете их на самые высокие должности, которых вам расскажет Ермак, или по принципу свой-чужой. Вы строите мафиозную структуру. А людей нужно отбирать по принципу идеологии. Если вы проповедуете, у вас есть видение, концепция, философия и глобальное развитие Украины и решение конкретных проблем о время войны, вы должны под эту задачу подбирать правильных людей. А пока, как мы видим, скорее всего, все происходит так, что приходит Ермак и говорит, этот хороший, этот плохой, вот это наш парень, он надежный, надо его назначать. И вы подмахнули, что называется, не глядя. Так что такие вот дела. Думайте, уже в который раз вас призываю. Конечно, напишите свои мысли в комментариях. Только постарайтесь как-то с аргументами. И не меня обсуждать, а то, о чем я говорю. До новых встреч на этой неделе. Много интересного. Пока. Пока. Пока.